Астана. Протесты. Люди вышли на мирный митинг. Что там происходило вчера при минус 30? Кто главный зачинщик? По мнению немецкого Deutsche Welle. В сегодняшнем выпуске, друзья, приветствую всех. Салам алейкум. Вы на канале Казахстан Сегодня. С вами Сула и мы начинаем. Итак, друзья, вчера после инаугурации господина президента Касымжомар Кемерича Тухаева в городе Астана опять же прошел мирный митинг, в котором участвовало около 300 человек. Многих задержала полиция и, естественно, увезли в полицейский участок, где проводили беседу. Митинг, как я понял, был несанкционированным. Сейчас мне бы хотелось вас познакомить со статьей в Deutsche Welle. Это у нас немецкое издание. Судите сами, насколько оно независимо, насколько оно выражает истинную оценку той или иной ситуации. Но мне показалось, что действительно этому источнику, ну, по крайней мере, я увидел какую-то объективность. Я бы хотел вам сразу это все зачитать. Сразу же, да, друзья, если вы помните, буквально сколько прошло, несколько дней, недели еще не прошло, с выборов, очередных выборов президента республики Казахстан, в которых победил Астанжемар Кемерич Тухаев. Это во-первых. Во-вторых, я в этот момент выбор... Я не голосовал за президента Тухаева, честно вам скажу. Причины две. Первая причина, я в этот момент находился в городе Ахтобе на международном турнире по ММА. Найза Fighting Championship 48. То есть я не был рядом со своим участком голосования. Второе. Честно вам скажу, я очень долгое время ходил и думал, а стоит ли мне голосовать вообще? Почему? Да, я вижу, слышу, что господин Тухаев, наш президент, ну, вроде бы начинает те реформы, которые просто необходимы республике Казахстан. И все вроде бы хорошо, и все вроде бы красиво. Но тот факт, что мы опять изменили Конституцию, не дает мне покоя. Понимаете, о чем я говорю? Все вроде бы хорошо, я согласен с его реформами. И все вроде бы красиво и хорошо. Опять же, извиняюсь за тавтологию. Но мы опять меняем Конституцию. И нет никаких гарантий, что после 7-летнего срока она опять не будет изменена в пользу действующего президента. Чтобы он продлил свой срок пребывания на посту президента. Нету таких гарантий вообще. Если первые поправки в Конституцию все-таки был какой-то референдум, то вот вторая поправка в Конституцию прошла абсолютно без нашего согласия. А ведь это самый главный государственный документ. Не знаю, пошел бы я в принципе голосовать. Потому что оставшиеся президенты, кандидаты, господи, я вообще их не понимаю и не знаю, кто они. И конечно же, это большая проблема нашего общества. Мы не видим каких-то альтернатив. Нам не дают увидеть альтернатив. И это самая главная проблема, на мой взгляд. Но все же давайте перейдем к статье Deutsche Welle, которая называется «В Астане прошли задержание в день инаугурации Тухаева». Казахстанские СМИ называют организатором протеста шествия в Астане основателя фонда TDFA Марата Абиева. МВД страны сообщает о провокации, организованной предпринимателем. В столице Астане в день инаугурации победившего на внеочередных президентских выборах государства Касымжумарта Кимирича Тухаева в субботу 26 ноября, при минус 30, друзья, подчеркиваю, прошли задержание. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-канал. Казахстанское онлайн-издание «Власть» предполагает, что группа людей, собравшиеся днем у торгового центра «Мега» и направившиеся потом в сторону центра Астаны, могли быть сторонниками проекта TDFA Марата Абиева. Абиев – основатель фонда TDFA, занимающегося развитием сельского хозяйства. Онлайн-издание «Басе» также связывает выступления в Астане с Маратом Абиевым. В информационном сюжете, опубликованном YouTube-каналом издания, показаны отрывки выступления последнего перед своими сторонниками, которых Абиев призывает сделать мирный митинг. В телеграм-канале «Басе» уточняется, что акция стала протестом против инаугурации узурпатора Такаева. Ну почему узурпатора? Вот нет вопрос. Почему узурпатора? Есть какие-то обоснования того, что он узурпатор? Все-таки если мы сейчас откроем ту же Википедию, да, и погуглим слово «узурпатор», да, друзья, это вот давайте прямо сейчас. У, вот, узурпатор. Что же, какое определение? Лицо незаконно захватившее, узурпировавшее власть. А почему незаконно в таком случае? Прошли честные выборы, были кандидаты, народ проголосовал, есть какие-то... Есть международные наблюдатели. Кто-то сказал, что это было незаконно. То есть это, опять же, голословные обвинения, которые не имеют за собой, я уверен, то, что никаких обоснований объективных абсолютно. Читаю дальше. Корреспонденты издания «Басе» сообщают также, что во время акции в Астане произошло отключение интернета и связи. В свою очередь, казахстанское онлайн-издание 24KG указывает, что на акцию вышли сотни людей, а проблемы с интернетом, возникшие во время мероприятий, продлились около часа. Между тем, телеграм-канал Tengri News KZ, новости Казахстана, пишет, что временное отсутствие возможности выхода в интернет в Государственной технической службе объяснили сбоями на телекоммуникационном оборудовании, произошедшими после аварии на оборудовании, электроснабжении на интернет-шлюзах в городе Астана и Акмолинской области. Вот так, друзья. Точное число задержанных на акции в Астане на данный момент неизвестно. Проект «Радио Свобода» ради Азаты, ссылаясь на местные СМИ, пишет в этой связи о десятках людей. Ну а теперь давайте узнаем мнение МВД Казахстана о шествии в Астане. Со своей стороны МВД Казахстана, комментируя акцию, указало, не называя Абиева прямо, что предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей, организовал в одном из ночных клубов в Астане культурно-массовое мероприятие для молодежи. В ходе этого мероприятия он, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию в нарушении установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей, утверждает министерство. В результате акции, которую казахстанская полиция называет незаконным шествием и провокацией, по данным МВД, были созданы препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры. На требования полиции прекратить акцию ее участники не реагировали, говорится в сообщении. В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию, их действием в установленном порядке будет дана правовая оценка. Еще раз, друзья, джентльмены, леди, подчеркиваю, данный материал я взял из международного сайта, да, это немецкий Deutsche Welle, ссылку на эту статью я оставлю в комментариях под этим видео. Кто, в принципе, стоит за этими акциями, мне неизвестно. В чьих интересах, мне неизвестно. Но создается впечатление, что, возможно, это извне. Вот мое такое субъективное, опять же, мнение. Не претендую на какую-то, знаете, там, на стопроцентную правду. Но это я вот просто так думаю, что вполне вероятно, это акция извне. Вот мне так вот кажется. Не знаю, будем следить за происходящим в городе Астана. Чем это все закончится, тоже неизвестно пока на данный момент. Хотелось бы, чтобы без жертв. Что вы думаете об этом всем, друзья? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Только прошу вас, без оскорблений, и распространяйте это видео. Пускай все узнают, что происходит в свободном и независимом Казахстане. На этом у меня все. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Арифидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...